ребят всем привет сегодня у меня дорога домой 8 часов утра вот патрик 566 ночей ночевал вот таком режиме портативном гараже я вот только зовет была температура минус 2 где-то ночью он заводился значит недавно сейчас я соберу тент вот я собираю тент довольно таки трачу время каждый день вечером все натягиваю утро собираю сейчас я перед тем как закрепить хочу некоторые свои вещи вот патент положить наверху багажник в багажнике должен чем-то не помогать все тогда у меня очень много вещей еще будут ли пассажиры сзади у них тоже будет сумки что сейчас я положу патент некие вещи которые не замерзнут и поедет закреплю то есть вот весь этот хлам сейчас надо упорядочить накрыть тентом и натянуть сеткой и резинкой все это у меня там палатка получается купил с магазина рыболов вещи все подушки и так далее баню мешок стул от магазина еды трубу я купил для печки так все загрузку закончил потом вещи не тяжелые даже 50 есть или нет не знаю один литой диск есть на 18 еще там палатка стул и вещи там для себе не тяжелые можно было еще добавить но у меня багажник еще много места вот чем хорош патриот там багажник огромный сейчас сейчас уже поедут лицо замерзла итак перед выходом я зашел вот это все на монтаж патриковского сейчас я подровняю давление из-за холода тут сказал 16 там было вообще 14 сделаю во всех 4 2 атмосферы и сейчас после заправки я выйду из туманного города температура по моему минус 40 у меня фирменная бейсболка который отправил мне уаз потреб союз александр привет она приносит удачу моему уазику далее передаю большой привет всему иркутску особенно александру александровичу тебе спасибо и с прошедшими тебя будет видео 900 километров тоже путь домой приготовьте теплый чай потому что всю дорогу будет холодно многие пишут в комментариях что смотреть даже холодно так что с горячим чаем посмотрите так заливаясь полный бак и через 300 километров у нас у меня будет следующая заправка я готов к выезду вот такая у меня получилась загрузка у меня пока два листа рессоры амортизаторы ред бтр которые минус 50 они немножко замерзают начинают стучать но когда едешь они уже начинают работать с этой стороны немножко запас есть у меня двери 40 плюс спрингвайра стоят зале спереди родная пружина с проставкой так салоне тепло у меня опять же картонка я не успел поменять вот этот плохой термостат просто купил будет об этом отдельное видео по замене все начинаю свой путь это у нас вилюский тракт и я и уже сейчас вы еду вокруг туман так сзади сзади тоже противотуманки включил противотуманная фара на вазе патриот она штатная заднем штатном стопаке все в комплекте на его завода отдельно ставить не надо пока навигатор не поставил до дома сейчас выеду с города и поставлю навигатор маршрут вот здесь уже даже тут тумана меньше вводим на стопку на 40 метров высотой может больше я внулил дневной пробег надо было раньше это сделать до этого уже где-то 7 километр наверно 8 километр у меня один до дома 880 километров но надо заехать опять в другую деревню добавится километров 30 тем временем у нас солнце вышло кстати у нас уже световой день увеличивается уже на полчаса наверное где-то и почти даже на час 21 декабря со дня солнцестояние что ли с этого момента у нас начинается весна цветовой день будет увеличиваться скоро наверно после крещенских морозов у нас отпустят немного ну а потом февраля с марта будут метели ну а потом на самом деле вот а любую она она а она 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 Солнышко на весеннем освете, тут у нас памятник строительном дороге, автомобильная дорога общего пользования федерального значения велюй а 331 такой у нас памятник мы сейчас тут оставим оладушки пожелаем счастливого пути что машина и ломалась чтобы добрый дух нас оберегал ну и чтобы всем улыбнулась удачи еду дальше это у нас граница горного улуса место подношения чтобы все было хорошо только что поели перед гостях и время обеда сейчас поедем полет нормальный багаж держится резинки держит все нормально вышли из бедня гостях а температура утром тут говорили минус 43 туман на дороге тоже присутствует заправка 300 километров проехали село ортошур 100-300 где-то 308 или 310 где-то 408 356 и поднимем и пока покупать 48 литров Солнце уже село Навигатор перешел В ночной режим Мы продолжаем свой путь На заправке я залился Полный бак залил Зашло 48 литров Это значит 16 на сотню У Патрика Аппетит возраст Но кажется Из-за багажа верхнего Она парусит Я хочу поставить Скоростную пару У кого какие соображения Я доехал до верхнего велючка Время 8 часов вечера Температура Мой показывает 33 Тумана нету Уже давно Дорога хорошая Так что я спокойно еду Никаких приключений не было Осталось еще 280 километров С грузом все в порядке Сейчас я заливаю 45 литров В принципе должен доехать Может в Нюрбе Еще заправлюсь Добавлю немного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вот Патрик и дома Вчера приехал я Вечером Где-то 23 часа Нормально За 13 часов 900 километров Без никаких приключений Это и к лучшему Что не было приключений Машина приехала хорошо Туман После Корного улуса Не было Уже Дорога была Чистая Ясная Без снега Без ветра Без тумана Так что В обычном темпе Я приехал А больше Показывать было Нечего Так что Я вам сейчас Покажу Обновку Ну не обновку Или что Как это можно сказать Ну можно наверное Сказать Обновку Для Патрика Так Давайте Вот Все что Вот будущее Патрика Все Давайте начнем Вот С этого Самая Первая И большая Обновка Это 18 колеса Наконец-то Патрику Вернулись Колеса 18 Но у меня Они были Не такие Ребята У меня были Немножко Другие У меня были Квадратиками Тверкающие Яркие Хорошие Красивые Я их сразу Продал После покупки Найду фото Сделаю Вставку Какие они У меня были Купил 16 Я сейчас Езжу На 16 Также У меня Вот Конферсера Стоят Летние Тоже На 16 Я Вот эти 18 Хочу Сделать Летними Колесами И Поставить На них АТ Резину Вот Эти Диски И Шины БУшные Я Купил Только Ради Литья Очень По хорошей Цене Они Мне достались Комплект Пять Штук Я Купил За 16 Тысяч Рублей Я Думаю Это Очень Дешево Так Вот Тут У нас Лежат Третьи Листы Рессор Так Как У меня Завода Только Два Листа Я Решил Добавить Третью У Меня Эти Два Листа Сейчас Уже Прямые У меня Тут Спрингвар Стоят Вот Спрингвар Стоит И Я Буду Выбирать Этот Спрингвар И Буду Ставить Третий Лист Потому Что Я Гружу Здесь Иногда Очень Большой Груз Осенью Это давно Было И Две Бочки Считай Это Больше Трехсот Килограмм Спрингвар На это Не Рассчитаны Они Добавляют Да Они Добавляют Комфорту На дороге На Прямой Дороге Но Если Сильно Загрузить Они Просядут Все равно В данный Момент Ходовка В принципе Меня Устраивает Вполне Комфортно У меня Ред ПТР Стоит А Кстати Да Продолжим Купил Наконец-то Вот Такой Шланг Кто Знает Кто В теме Тот Поймет Это Шланг Который Идет Топливный На Рампу Вот С Этого С Верхнего Конца Она Подключается На Рампу И Вот Нижняя Трубка Идет Приходит Из Бака Так Вот Очень У многих Была Такая Проблема Вот Этот Шланг Завольцовка Отходит И Бензин Начинает Течь Соответственно Если в тайге Такое Случится То Все Пиши Пропало Машина Останется В тайге Поэтому Я буду Носить Вот Эту Запчасть Если Что Я Быстренько Заменю Вот Такая Проблема По Всем Уазам Патриотам В Ютюбе Есть Немало Роликов Про То Что Такой Шланг Оборвался Теперь Оно У меня Не Есть Так Даша Термостат Купил Термостат Называется Он Вот Такой Для Mitsubishi Pajero Вот С таким Номером Она На 88 Градусов Мой Термостат Как вы Видели Меня Всю Дорогу Мучил Выброшу И Поставлю Вот Этот Отдельное Виде Будет Надо Немножко Пока Ходить Так Далее Тут У меня Походовке Получается Купил Отбойники Патриотовские Вот Слева Патриотовские Справа Газелевские Где-то Читал статью Что Ставят От Газели Она Выше И Пожестче Патриота Пониже И Помягче Как Может Кто-то Помнит Я Свои Отрезал Свой Наполовину Думал Что Машина Сильно Бьется Отбойник И Становится Жестким Поэтому Отпилил Сейчас Наоборот Мне нужен Отбойник Так Что Еще Смазка Минус 60 Подшипники Смазать Хочу Заменить Вот Эти Гайки На Передний И Поперечный Рычаг Новый Обновить Или Затянуть По-хорошему Так Это Смазбойник Что У нас Еще Так Задние Диски Минус Баные Тормоза Будем Обновлять Колодки На Этот Раз Я Купил Только Вот Эти Колодки Отдельно И Клепки Соответственно Есть Клепки Будем Клепать А то С этим С металлическими Каркасом Очень Дорого Без Них Они Дешевле В разы Комплект Втулок И Сальнем Блоки Заодно Поставим Рессоры И заменим Сальнем Блоки Заднего Хвоста Антискрип Взял Они Будут Вставать Вот тут Ну И Все А нет У нас Еще Есть Один Вот Такой Амортизатор Я Наконец-то Приобрел Это Для Задней Подвески Амортизатор Каяба Для Отхайса Отхайса Миллионника Большого Нового И На УАЗ Они Отлично Подходят И Они Очень Очень Мягко Идут Будет Обзор Отдельный Наперед Я Не Успел Купить Амортизатор Хотел Наперед Поставить От Восьмидесятки Крузака Ну Наверное В следующий раз Пока Что Вот так Так Что Ребята Скоро Будут Видосы Подписываемся На канал Ставим Лайки Сегодня У меня Погода Минус Тридцать Где-то Примерно Ташкент Пока Холодов Не видно На Прогнозе Погоды Но Наверняка Крещенские Морозы Ударят Скоро Мы поедем На рыбалку Кстати У меня С Патриком Небольшая Проблема У меня Отказал Передний Мост Дефектовка Покажет Что случилось Когда Было Минус 52 Когда Я был В городе Якутское У меня Отказал Передний Мост Так Что Ждите Видосов Ребята Всем Удачи Здоровья Всем Пока